Сегодня у нас в эфире специально для фабрики новин Сергей Жирнов писатель, эксперт, политолог, будем говорить о событиях, которые происходят прямо сейчас и которые, конечно, тревожат и беспокоят всех. Здравствуйте, Сергей. Привет, Наташа, и приветствую нашим зрителям. Ну вот начну с того, что команда Зеленского готовит саммит мира, который будет 15-16 числа в Швейцарии. И, конечно же, он будет в том числе и не только рассматривать для нас необходимые какие-то возможные выходы из войны и борьбу, так сказать, за то, чтобы Украина вышла с наименьшими потерями из того, что сейчас происходит. Ну и, конечно, этот саммит будет как подтверждение легитимности президента, о котором уже говорила и Германия, и многие другие страны, которые подтвердили это. И, конечно же, в этом смысле все утверждения Путина о том, что вот он готов, так сказать, здесь за стол переговоров, только Украина это не хочет, это все воспринимается как троллинг, потому что он говорит о том, что мы готовы, но речь идет только о вот этой черте, которую все территории, которые мы завоевали, это наши территории. Если Украина это согласится, мы сядем за стол переговоров. Но я перед саммитом мира это воспринимаю, как и многие эксперты, просто как троллинг и как демонстрацию нашим, так сказать, американским, европейским партнерам, что, дескать, Украина сама не хочет мира. Перемирие нужно, потому что у него проблемы есть реальные экономические и проблемы на фронте, и поэтому он, хотя и говорит о том, что... Вот, кстати, когда он говорит о том, что мы, Россия, так сказать, готова садиться за стол переговоров, он имеет в виду это. То есть он имеет в виду передышку, которая ему вообще-то нужна, с того говоря. В остальном, конечно, это... Я бы даже не сказал троллинг, это просто провокация такая, откровенная совершенно. Потому что, конечно, это называется не переговор, это называется согласие с российской формулой, так сказать, сдачи, как бы, да. И это никакого отношения к переговорам не имеет. В остальном Путина на самом деле это дело заедает. Его заедает конференцию, которую организовывает Украина в Швейцарии или Швейцария по поводу украинской формулы мира. Его заедает вопрос легитимности Зеленского, потому что Путин сам нелегитимным президентом является, о чем принято было решение уже официальной, вполне официальной парламентской ассамблеи Совета Европы и парламентом Европейского Союза. Так что в этом смысле все, что он проговаривает, это на самом деле, вы знаете, у него же это довольно любопытная вещь, потому что он всегда, когда он кого-то обвиняет в чем-то, это всегда то, в чем реально надо обвинять Путина. Это у него просто психологический такой механизм защиты. И он очень легко просчитывается и прочитывается. Вот поэтому здесь серьезно к этому относиться не стоит, к его разговорам о мире. Но, с другой стороны, я считаю, что это хороший, вот как это не парадоксально, это хороший сигнал, потому что это просто говорит о том, что у Путина все-таки слабые позиции. Сергей, все обсуждают заговор генералов. Вот интересно было бы с вами обсудить, в чем его суть. Потому что, когда говорят, что Путин был недоволен воровством и что брали не по чину, вот как-то не очень верится, потому что Путин сам всегда воровал, и он никогда не считал это особым недостатком. Ну вот мы видим по судьбе Медведчука. Когда он его забрал в Москву, все думали, что он его там где-нибудь оторвет ему голову, и все остальные части тела в подвале за то, что воровал. Но нет, он остался при нем советником по Украине. Значит, он не считает воровство большим недостатком или предательством. За что-то другое он птенцов гнезда Шойгу, так сказать, трясет сейчас. За что? Ну, во-первых, действительно, воровство при Путине – это не отрицательное качество, это системная функция, потому что весь путинский режим строится на воровстве, весь путинский режим строится на коррупции, ничего другого там нет. Да, вот по этому поводу. И, кстати, в беседах с вами, допустим, Станислав Белковский говорил, что Путин поклоняется золотому тельцу, поклоняется баблу, это единственная мамония, как он говорит, вот это единственная его религия и так далее. Заговор генералов, по-моему, имеет отношение совсем к другому. Это просто перераспределение власти внутри Кремля после, так сказать, переназначения Путина и его вступления в должность. Ему казалось, что после вступления в должность ему надо как-то отрегулировать какие-то накопившиеся, может быть, проблемы. Проблемы накопились, потому что мы их видели в прошлом году, когда Пригожин материл Шойгу и Герасимова. Мы видели, что претензии были не только у Пригожина, претензии были у генерала Попова, его потом отстранили, а теперь вот его посадили. Значит, претензии были к различным генералам, в том числе, что они, в общем, не то, что воровали, а воровали, вот как правильно вы сказали, либо не по чину воровали, либо просто не с теми делились, не так делились, как положено было. И еще самое главное, что, допустим, Тимура Иванова его посадили, потому что он просто в наглую публиковал в ТикТоке, в Фейсбуке, в Инстаграме свои фотографии с своей женой, которая там с брюликами в Куршевеле каталась на лыжах и по магазинам шмоналась по парижским. Вот это раздражало людей, в том числе раздражало власть. Ну и на самом деле накопились противоречия у башен Кремля. На самом деле накопились разницы во взглядах, устали от войны так называемые прагматики среди ястребов, а отмороженные ястребы уперлись, значит, лбом в стену бетонную и говорили, что нет-нет-нет, нам надо и дальше долбиться лбом в эту самую стену. Вот это все накопилось, и Путин перераспределил власть. Она, кстати, не очень сильно была перераспределена, потому что на самом деле там не появилось ни одного нового человека. Все это пересаживание колоды из одного места в другое. Но, тем не менее, вы знаете, у меня надежда. Практически все замы, кто под арестом, кто под домашним, кто просто отстранен, но все замы Шойгу пострадали. Нет, ну подождите, сейчас мы говорим про более высокий уровень, то есть мы говорили про уровень министерских, министров, и про уровень вице-премьеров там и правительства. А вот теперь, значит, когда Путин затеял эту самую штуку, то вот понеслась эта волна вниз. И дальше я говорил уже в нескольких своих интервью, что вот дальше пойдет эта волна, значит, действительно практически все замы либо посажены, либо ушли, либо их ушли. Вот, и Белоусов, которого пересадили в кресло министра обороны, на самом деле ему сделали очень большую, подложили большую собаку, или как это называется, свинью подложили, вот, подложили свинью, потому что его очень сильно понизили. То есть клан Патрушева в этом смысле, судя по всему, очень сильно проигрывает в аппаратной борьбе клану Чемизова. И самое главное, что теперь у Белоусова, во-первых, его послали как бы на нереализуемую задачу победить коррупцию в армии, это победить никто не может. Вот, и его либо убьют, либо он просто сломает себе зубы на этом деле, с одной стороны. С другой стороны, у него нет ни одного своего человека в Министерстве обороны. Вот он, ну, какого-то, он там, он аудитор из счетной палаты, но счетная палата – это не его ведомство. Это, кстати, ведомство теперь Юрия Ковальчука, и, соответственно, в клане Ковальчуков прибавилось значимой, так сказать, единицы административной. Вот, и это ведомство, я предполагаю, вот мой прогноз, что теперь на шесть месяцев Министерство обороны Российской Федерации просто встанет. И когда мне задавали такой вопрос, мне задавали вопрос, а вот он там не трогает генштаб. Я говорю, ну, у Путина, может быть, еще не полностью мозги съехали. Он понимает, что нельзя начинать перестройку во время войны и Министерства обороны, и Генерального штаба. Но, как выяснилось, мозги у него такие же хреновые, как они были в 22-м году, когда он начал вообще эту войну, которую Российская Федерация не может выиграть. Объективно не может, да, потому что иначе бы она не побиралась у Ирана, иначе бы она не побиралась у Северной Кореи. Вот если бы она опиралась только на свои силы, не побиралась бы у Китая, у Турции и так далее, то она ее выиграть не может. Объективно. Вот, и дальше, значит, Путин затеял теперь перестройку еще и в генштабе. А это значит, что на самом деле это очень хорошая новость для Украины, потому что все дезорганизовано будет. Министерство обороны не будет работать 6 месяцев, потому что пока они всех не поменяют, пока все не привыкнут друг к другу, не поймут, как им работать. Плюс к тому же коррупционные схемы, ведь, вы знаете, это вот в этом смысле меня поддержал, кстати, ну заочно, мы с ним не разговаривали на эту тему, но меня поддержал профессор Липцец. Он сказал, что вообще в коррупции, в коррупционной системе коррупция – это смазка. И это я давно говорю, я здесь полностью согласен. Правда, он сказал, что на него там ругаются по этому поводу, когда он такие вещи говорил, на меня никто не ругался, потому что это просто такая очевидность, что, по-моему, что-то ругаться-то. Потому что если вы все запретили, то единственный способ, так сказать, чтобы что-то работало – это дать взятку, и тогда все будет работать. И запретить в этой ситуации давать взятки – это значит все остановится, потому что люди привыкли на всем зарабатывать на взятках лично себе. И никого не волнует никакая там государственная интереса и так далее. А у генералов по этому поводу, теперь смотрите, вот Путин, значит, начал сажать боевых генералов, начиная с Попова, освободили от начальника 20-й армии чеченского, я не помню, как его там звали. И самое главное другое, что у генералов во время войны танки, пушки – это Пригожина показал в прошлом году. И когда человек с танками, с пушками и с людьми, с автоматами недоволен чем-то, он может все это дело снять и пойти на Москву, как это сделал Пригожин. Вот, судя по всему, Путин этого не понял, так до сих пор и не понял. Вот, и люди вокруг Путина тоже не поняли. И когда вот сейчас закрутилась вся эта бодяга, она грозит Путину закончиться еще худшим, потому что это ведь теперь не бандит Пригожин с какими-то там вагнеровцами, а теперь наезд идет на кадровых командиров Красной Армии. Вот, а командиры Красной Армии, если они не будут дураками полными, если они будут полными дураками, то их просто всех пересажают, вот, а если они не будут полными дураками, то они просто перестреляют всю эту кремлевскую шатю и братью. Вот, и это очень хорошая новость для Украины. Мне кажется, ФСБ же это тоже понимает, потому что, обратите внимание, как они арестовывали этого Иванова. Они же не пришли к нему на рабочее место или домой. У него была особая охрана, которая не подпускала к нему никого. Иванову, они дождались времени, когда он там в этом госпитале центральном, да, когда охрана его осталась внизу, он пошел наверх к врачу, и только там, то есть они, это было не один день, эта операция, я так понимаю, планировалась. Они дождались, когда он останется один, только после этого его арестовали. То есть они всерьез предполагали, что охрана Иванова будет стрелять, насколько я понимаю. Конечно, ну, вы знаете, такая ситуация уже не первый раз бывала, потому что вот когда Патрушев бодался в свое время с Черкесовым, там же тоже были ситуации, когда просто спецназ, значит, там, налоговой службы или чего там, я не помню уж, чем там заведовал Черкесов, или борьбы с наркотиками, вот, они вставали против спецназа ФСБ, и там практически были на две секунды от открытия огня. Вот, и Путин тогда, кстати, уволил обоих, и Патрушева тогда он сослал в Совет Безопасности, где он гнил тихо четыре года, пока Путин его не простил. Вот, а Черкесова так и не простил до конца, и потом он благополучно умер, вот, недавно, год-два, нажатый, или два года назад. Вот, вся эта ситуация может закончиться, и я надеюсь, кстати, вы знаете, вот, я бы сказал так, вот, не будем им подсказывать, но я надеюсь вообще, что вся эта бодяга этим и закончится, потому что у меня такое впечатление, что, знаете, это они повторяют Чернобыль. Вот Чернобыль, вот так это и составился, да, потому что люди просто хотели проверить чего-то там, да, и сказали, ну, давайте мы там принудительно отключим защиту. А потом, когда реактор разогнался, уже его остудить было нельзя. Чего-то громыхнуло. Вот у меня такое впечатление, что они повторяют сейчас в Министерстве обороны и в Генштабе такой вот юридический Чернобыль, и дай бог он их громохнет, и мало им не покажется. Ну, с вашей точки зрения, вот ваше индивидуальное, был этот заговор генералов или не было? Нет, я не думаю, что там какой-то был заговор генералов, потому что, вы знаете, генералы, в принципе, все довольны. Обычно, когда идет война, у них там продвижение, война, кому война, а кому и мать родна. То есть вы понимаете, что обычно, если они воруют в мирное время там N, то в военное время N на 10 или на 100 умноженное, да, потому что ничего же проверить нельзя, потому что вы же можете все списать под удар там, я не знаю, противника по вашему складу. То есть, грубо говоря, у вас пустой склад, вы можете даже своим орудием ударить туда, сказать, что это украинцы ударили, вот, а там было все набито там танками, пушками и тушенкой, вот, а потом, значит, там ничего не окажется, и в результате вы просто миллиардами, десятками миллиардов, сотнями миллиардов можете зарабатывать бабло. Поэтому генералов, в принципе, не так, чтобы они совсем уж там плохо себя чувствовали. Это вот солдаты себя плохо чувствуют на фронте. Генералов-то нет, и даже там и офицеров, в принципе, довольно себя прилично чувствуют. Только другое дело, что вот когда на них начинает наезжать вдруг какая-то специальная служба или судебная система, вот здесь у них может сработать инстинкт самосохранения, такой корпоративный. Вот, потому что, похоже, вот сейчас на них наезжают как на корпорацию, потому что ФСБ, Следственный комитет, главная военная прокуратура, Путин, там, я не знаю, и кланы какие-то там на них наезжают. И вот если генералы испугаются как корпорация, и у них сработает инстинкт самых сохранений, корпоративный, вот тогда они смогут объединиться. Ну, обычно, все-таки, к сожалению, этого не происходит, потому что они все боятся, и больше того, опять же, они привыкли к коррумпированной системе, где проще кого-то купить, чем убить. Вот, и по этому поводу, кстати, вот это заблуждение, что там человека можно там во время войны, у всех оружие вроде, но мы, кстати, не видим огромного количества, допустим, терактов, или там, я не знаю, там, бандитизма, который поднялся бы где-нибудь там в тылах и переделал собственности с помощью оружия. Вот это парадоксальная вещь. Ну, мне кажется, это впереди. Хотела вас спросить про сумское направление. Многие эксперты говорят о том, что там все-таки накапливаются российские войска со стороны Сум, со стороны Чернигова. И вот вопрос, решится ли Путин, с вашей точки зрения, на вот этот вот марш-бросок, потому что у него, не слава богу, уже, извините, там остановили их в районе Харькова и Волчанска. Остановили по всем направлениям. И хватит ли у него сил, с вашей точки зрения, вот на это направление? Нет, у него не хватит сил. У него такая же проблема, как и у украинцев. На самом деле. Потому что, когда вы растягиваете фронт... То есть фронт и так был 1200 километров. Вот такой вертикальный фронт, который на востоке Украины, значит, от границы с Белгородской областью, ну, точнее, с Воронежской областью, да, и вниз до Херсона, ну, до Херсонской области, до левобережья Днепра и до Крыма. Вот. А любое увеличение фронта, на самом деле, подразумевает, что туда же надо заводить войска, а их и так не хватает для того, чтобы вести успешное контрнаступление или наступление на Восточном фронте. Поэтому у россиян, на самом деле, точно такая же проблема есть. Причем больше того. У них же вот все зеркально, на самом деле, да, потому что все говорят, вот Украина не строила там, допустим, никаких укреплений, и поэтому россияне быстро подвигаются. Да, но вы посчитайте, последствия потери российские на Харьковском направлении, они потеряли вот там танковый полк, по крайней мере, на самом деле, наверное, два танковых полка. Они потеряли довольно много, гораздо больше, чем в обычное время. То есть в обычное время, вот украинцы считали, что россияне теряют там от 800 до 1000 солдат в день, а здесь начали считать там 1500, 1700, то есть удвоились практически потери. И это логично, кстати. И вот, кстати, президент Зеленский даже предвел арифметику, что один к восьми, да, то есть на одного убитого украинца приходится восемь убитых россиян. И эту вещь, на самом деле, ее никуда вы не уберете. И вот даже если россияне заходят на какую-то территорию приграничную, на которой нет никаких укреплений, ведь у них же у самих таким образом не становится никаких укреплений. И то есть украинцам в этом смысле их потом проще, кстати, уничтожать, потому что если они встанут просто на территории, где нет ни окопов никаких, ни блиндажей, ничего этого нету, то их легко, ну, гораздо проще, чем на укрепленной территории вот то, что происходит, допустим, в Донецке. В Донецке почему ситуация Первой мировой войны? Потому что и с той, и с другой стороны полнопрофильные бетонные окопы и километры этих окопов с 2014 года, 10 лет. И вот там поэтому никакого движения почти практически нету, потому что ни с той, ни с другой стороны продвинуться нельзя. А в Харькове вроде зайти можно, но с другой стороны вы точно так же там и так же быстро и потеряете все это дело, а добавить туда еще суммы, а добавить туда еще чернигов. И это значит снять какие-то войска, которые не будут, им резервов не хватает на основном фронте, а это значит туда послать какие-то резервы. Плюс, вы знаете, тут с военной точки зрения вот абсолютно все эксперты, которым я не являюсь по военной тематике, все говорят, что город-миллионник, нужна миллионная армия, чтобы захватить. Там миллиона нет и даже близко. То есть там от 30 до 50 тысяч, то есть это, ну что там, 2-3 дивизии, ну вот это максимум, что там есть. Вот это несерьезно, это даже вот фронт, если вы развернете эти три дивизии, там я сейчас не помню, это военное дело, там дивизия, по-моему, там что-то, ну максимум 100 километров фронта вы можете держать. На самом деле даже меньше. Вот, и таким образом вы не можете этими силами не продвигаться, не тем более потом держать эту военную территорию. Вот, то есть на самом деле у меня даже было такое подозрение, что украинская сторона немножко привирала по поводу того, что какое у нее катастрофическое состояние в Харькове, чтобы спровоцировать как бы выход этих дивизий через линию фронта, потому что бить по ту сторону нельзя. Вот, а как только они окажутся на украинской территории, то начинаются огромные потери. И в любом случае статистика всегда такая, что наступающая сторона минимум в три раза больше теряет, в среднем в пять раз больше, или вот, как сказал Владимир Зеленский, в восемь раз больше, чем обороняющаяся страна. Там же, знаете, Сергей, в чем дело? Там не столько, так сказать, в центре вот этого трагического внимания военный компонент, потому что действительно такой город, как Харьков, захватить невозможно. Да и там стоят лучшие бригады наши. Я просто знаю, с военными постоянно общаюсь, но там очень страдает гражданское население. От того, что бомбят, от того, что уничтожили все инфраструктуры, там особенно с энергетикой плохо. Вы знаете, что в Украине уничтожено практически, там, я не знаю, больше 50 процентов, и на следующей неделе, по всей видимости, будут повышенные тарифы на свет, но тут никуда не денешься. Без этого невозможно. Мы сейчас думаем, как восстановить это все до зимы. Но очень многие говорят о том, что защитите небо под Харьковом. Очень многие писали, вот я видела, что Красавицкий, чье издательство разбомбили в Харькове, очень известный наш издатель, Александр Красавицкий, возможно, на вашей книге издавал. Вот, и вот вопрос, как вы считаете, можно ли защитить, если дадут, наконец, Ф-16 небо над Харьковом? Потому что это вопрос вопросов. Бомбы, да, могут сбивать только носители. Носители-носители называется. Ну, защита должна быть комплексная. То есть, Ф-16, это не панацея, потому что Ф-16, все зависит от того, сколько дадут, чтобы они будут вооружены, и так далее. То есть, это очень сложный вопрос, где они будут стоять, потому что их же надо какой-то аэродром, откуда они будут стартовать, потому что Ф-16, это не советские самолеты, им нужны настоящие взлетные площадки, взлетно-посадочные площадки или полосы. Вот, и нужно их обслуживать. То есть, на самом деле, это очень серьезная и очень сложная техническая задача. Вот, гораздо менее сложная, чем, например, гораздо более сложная, чем, например, просто поставка ПВО или просто поставка разрешения использования западной техники по российской территории. Потому что достаточно просто разрешить использовать английские, французские и американские ракеты по территории Российской Федерации, и все, и вот просто по тылам один удар, и все, этого наступления не было бы под Харьковом, потому что они просто бы лишились бы всех, всей логистики, и все, это очень просто все делается. Вот, но видите, уперлись, значит, говорят, мы не можем, а у украинской стороны, к сожалению, достаточной мощи огневой нету, то есть, ну, дроны, это, вы можете ударить по каким-то точечным объектам, но вы не можете ударить ни по площадям, ни по, ни по большим скоплениям народа, там, и так далее. Вот, и мне кажется, что вот зацикливаться на том, что F-16, это не панацея, не панацея, есть более простые способы, и простой, самый простой способ просто разрешить бить тем, что уже есть сейчас у Украины, просто по российской, хотя бы по приграничной территории, по военным объектам, вот, и плюс ПВО, которое защитило бы Харьков, огромный город, говорят, вот, ну, надо два пэтиота поставить в Харькове, и проблема остроты сразу упадет, потому что даже если будут какие-то обломки и чего-то там будет проходить, все равно это будет не так, как сейчас. Не могу с вами не обсудить то, что все уже обсуждали, но тем не менее, вы суперэксперт на эту тему гибель президента Ирана. Вот понимаете, конечно, я так понимаю, что тема закрыта в мировых СМИ, и все говорят, что это была там случайная история, ну, несчастный случай и так далее, но согласитесь, Сергей, что это происходило все, ну, при очень странных обстоятельствах. Президент страны, у которого охрана, у которого люди, которые занимаются логистикой, его министров и еще часть высокопоставленных людей сажают в самолет, вернее, в вертолет, который летит в горы при очень скверной погоде, при страшном тумане, причем ничего срочного нет, открытие какой-то плотины непонятной, понимаете. вот я это воспринимаю как настоящий черный лебедь, когда события облекутся непонятно по какой логике и непонятно в какую сторону, иначе это необъяснимо все. Как вы смотрите на это? На самом деле, вы знаете, конечно, есть очень большое желание погрузиться в кучу теорий заговоров, потому что, ну, когда такой человек погибает, причем там с ним погибает несколько человек, кстати, там россиянин такой сомнительный тоже погиб еще, который, говорят, заведовал какой-то там ядерной программой координированной. Министр странных дел Ирана, понимаете, тоже плюс. Министр странных дел, там АИТАЛА, там, значит, региональные руководители и так далее, там много чего было. Вот, но при всем при том, вы знаете, Наташа, если бы вот они летели бы на современном вертолете, просто вот на современном рабочем вертолете, они летели на Бэйли-212, который еще во Вьетнаме воевал. Да, то есть, это старый американский вертолет, который, естественно, иранцы не могли ни ремонтировать, ни поддерживать, ничего. То есть, они обходными путями чего-то где-то там раскурочивали и чего-то его поддерживали в жизни, но на самом деле это было просто американское старею. И я по этому поводу очень егидно уже высказывался, что, типа, американцы же, они называют шайтанами, да, что это типа страна дьявола. А зачем летать тогда на дьявольских вертолетах? Не летайте на американских вертолетах, не будете падать. Потому что, и это самая, самая легкая версия, и на самом деле, вы знаете, чаще всего самая простая версия является реальной. Потому что дальше просто, ну, во-первых, Иран, со всей его предыстории, значит, в анамнезе, чего только ни у кого, у кого, и у страны, и у всех людей, которые там летели, чего только нету. Вот, естественно, хочется верить в какую-то теорию заговора. Вот, на самом деле, Кадыров правильно сказал в своем телеграм-канале, он сказал, Аллах призвал, значит, иранского руководителя, вот и все. А я его поправил, говорю, что, ну, если вы считаете, что американцы шайтаны, значит, шайтан призвал иранского руководителя. Не надо было летать на шайтанских самолетах и вертолетах. Так и есть. Ну, вот это парадокс современного мира, когда вроде бы, там, большая страна, у нее есть там какие-то, она там даже в России что-то продает какое-то оружие, а они не в состоянии даже для президента купить нормальный вертолет, потому что санкции, потому что изоляция, и потому что, ну, нет такой возможности. То есть, когда говоришь, санкции вообще не работают, это неправда, видите, работают они. Работают, работают. И еще есть, вот, но такая вещь, ее давно уже говорили. Вы знаете, когда летают эти вертолеты, во-первых, по статистике вертолеты больше всего падают. Вертолеты и маленькие туристические самолеты, это вот самое большое из того, что летает, что падает. А дальше парапланы, а дальше уже потом большие там серийные самолеты. Вот. То есть, вообще у вертолетов, вот если вы просто прогуглите Ми там чего-то, Ми-6, Ми-8, Ми-17, то вы просто обалдеете. В Википедии даже закрыли страницу с 13-го года, до 13-го там есть статистика, а с 13-го года они просто так испугались публиковать эту статистику, что просто страницы даже закрыты. Дальше есть еще вот какая психологическая вещь. Когда большой начальник куда-то летит, куда-то едет, а ему говорят, что извините, там плохая погода, нельзя лететь, надо вот переночевать в этом самом, на севере Ирана, ну что, завтра полетим, когда солнышко выйдет там и так далее. Он говорит, да плевать мне я хотел, я большой начальник, я большой начальник, вот видите, какой я президент Ирана, вот у меня тут какой я и талантом и так далее. И все. Ведь точно так же, кстати, похоже, вот судя по всему, генерал Лебедь вот так погиб, да, потому что тоже он сказал, до чего, это вот там, на меня это не распространяется, типа, и вот часто начальники, которые просто настаивают, им люди, советники говорят, нельзя этого делать по вопросам безопасности. Они говорят, ну это для простых людей, а я, типа у меня свой подход, я начальник большой. И все. И в результате они гибнут из-за этого. И слава богу, кстати, за что они так гибнут. Ну да, я, знаете, когда-то у меня была такая смешная история, когда я занималась дайвингом, и египетский инструктор заявил, что ему было плохо, он группу неправильно проинструктировал, он лежал на палубе с декомпрессией. Когда ему подошли, сказали, у тебя же декомпрессия. Он сказал, я не верю в декомпрессию. Вот, поэтому, знаете, когда человек не верит в декомпрессию, с ним случается то, что случается с генералом Лебедем или с президентом Ирана. Россия готовится в одностороннем порядке изменить границы с Литвой и Финляндией. Они заявили прямо это на этой неделе в Балтийском море, да, не сухопутные, а морские границы. И вот, не могу вас не спросить, это такой, опять же, троллинг, так сказать, стран западных, НАТО, границ НАТО. Они смотрят, как они отреагируют, или они действительно собираются, там они же буи собрали, как вы знаете, и так далее. Или это просто такое тестирование, будут реагировать, не будут, можно дальше ногу в дверь просовывать или нет. Это гибридная война, это безусловно гибридная война, это тестирование, и все зависит от того, как на это дело отреагировать. Да, потому что, ну здесь надо разделить, потому что вот то, что вы сказали про Балтийское море и изменение границы, это одно, а буи, это были в Нарве, значит, по речному, по речному руслу, вот они просто взяли в одностороннем порядке, ночью, в три часа ночи, сняли там 20 буев, 250, которые устанавливаются летом, значит, для того, чтобы обозначать границу для судоходства по Нарве. Вот, это, конечно, тестирование, они смотрят, как на это дело будет отвечать Запад. Запад ответил резко, и поэтому через два дня они все сняли и сняли все эти публикации своих каналов и извинились, сказали, вы нас не так поняли, ну, в смысле, они не извинились, а сказали просто, что вы нас не так поняли. Вот, и это, конечно же, но это составляющая, то есть, это тролли, можно сказать, там посмеяться было по этому поводу, да, и сказать, что, ну, это троллят они. Нет, это не троллинг, это, это реальное, так сказать, тестирование в рамках гибридной войны, которую ведет Российская Федерация против стран, с которыми у нее есть граница, тем более, что, как вы сами понимаете, там задача вот какая, там задача, вот как раз, эта задача растянуть фронт конфликтов на огромную территорию, на огромную протяженность, причем так, чтобы это Россия ничего не стоила, то есть, вот такое заявление, оно ничего не стоит, да, потому что, ну, напечатали вы какое-то заявление, вам в ответ, значит, все напряглись и начали чего-то там думать, как вам, значит, противостоять, а в итоге вы просто сняли это заявление, ничего, но все напряглись, вот, напряжение на самом деле возникает, но вы знаете, на самом деле, это очень положительная вещь, это я вам давно уже говорил, что вот когда Российская Федерация таким образом троллит Запад, то в результате всегда достигается противоположность, потому что все те люди в этих странах Запада, которые не верили в реальность российской угрозы, вот каждый раз, когда Россия усугубляет это положение, эта угроза воспринимается более серьезно, и теперь вот вы знаете, что и Норвегия, и Финляндия, страны Балтии и Польши объявили о том, что они создают теперь новую дроновую стену, вот, что Германия, кстати, в Литву перебрасывает две бригады своих войск, укрепляется, кстати, в смысле вооружения вся восточная граница НАТО с Российской Федерацией, то есть на самом деле, и плюс, ну, давайте вспомним, что Путин разговорами о нерасширении НАТО на восток добился того, что две страны, Финляндия и Швеция, вступили в НАТО, вот, так что в этом смысле я рассматриваю это как положительная вещь, пока нет никакой войны, пока нет никаких реальных боевых действий, пока есть просто провокации, потому что этими провокациями Путин реально настраивает против себя западную общественность, и в том числе даже тех людей, которые сомневались в том, что он что-то будет делать. Ну и не могу не спросить, конечно, у вас об Израиле, очень много событий произошло на этой неделе, но пока что подвешен вопрос о том, что там они угрожают, международный криминальный суд угрожает специальными, так сказать, ордерам, которые были выданы Путину, Таньяху и министру обороны израильскому, достаточно много стран, большинство стран ООН проголосовало за создание Палестинской республики, в смысле Палестинского государства, извините, хотя непонятно, что они имеют в виду, потому что Хамасу практически никто не противостоит, то есть непонятно, кому на себя возьмет ответственность. Ну и вот, конечно же, глава ЦРУ вчера и позавчера был в Париже, общались с Макроном, общались, Бернс общался и с израильской стороной, это как раз были переговоры по Израилю. Вот ваше ощущение, на каком этапе это все находится, потому что понятно, что никакой легкой победы, к сожалению, не случилось, да, после 7 октября. Ее не просто не случилось, ну как не случилось, они все-таки там убили больше 10 тысяч из России хамасовских боевиков, то есть на самом деле там некоторые изменения военные произошло, но в любом случае, вы знаете, я в эту тему не хочу очень сильно углубляться, потому что, откровенно говоря, я большой спессимист, и я вообще считаю, что у этой темы практически нет никакого выхода, потому что создание, реальное создание государства палестинского, это вещь просто нереализуемая, потому что просто нет субъектов, которые могут управлять таким государством, да, потому что ни Хамас, ни это самое организация освобождения Палестины, ну, в смысле ее организации, которая из нее выросла, вот, не могут ничего, ничем управлять, это государство недееспособно, одновременно не признать саму идею двух государств на этой территории тоже нельзя, потому что решение оон принято в 49-м году, и, кстати, Израиль был единственной страной, которая его тогда поддержала, вот, но выхода нет, потому что ни одна арабская страна это не поддерживает или не поддерживает реально, вот, и плюс за 17 лет правления Хамаса в Газе там все срослось, и поэтому вооруженным путем, на самом деле, я с самого начала говорил, что нельзя, потому что там либо надо всех убить, два с половиной миллиона, и то это не решит вопрос, потому что там молодежь откуда-то из другого места может возникнуть, вот, то есть я считаю, что вообще это практически тупиковая сейчас ситуация, увы, для Израиля и для Палестины, кстати, и для арабских государств, вот, я не знаю, чем это закончится, и откровенно говоря, даже не могу предположить, чем это закончится, дальше, все эти истории с международным уголовным судом, это чисто юридические вещи, потому что вроде там из другой стороны есть какие-то эксцессы, но если Хамас там все понятно, то предъявлять Израиль, на который напали, то есть по идее считается, в общем это несправедливо, вот, но Израилю есть что предъявить, честно говоря, вот, они сами об этом знают, вот, другое дело, что если Израилю предъявляют это, то вот вы сказали Путин, а Путину не предъявили то, что предъявляют Натаньяху, хотя могут, судя по тому, что предъявляют Натаньяху, или там начальнику генштаба и министру обороны, Путину не предъявили почему-то, понимаете? Путину предъявили только кражу детей, вот, и не Путину, там, в российской стороне не предъявляют ни Мариуполь, ни Бучу, ни того, что они делают два с половиной года в Украине, вот, то есть есть здесь претензии вообще ко всем, ко всем сторонам, и откровенно, ну, с другой стороны, вот, откровенно говоря, израильская тема, это тема, увы, почти тупиковая, я не знаю, как они из этого все выйдут, откровенно говоря, вот, если бы мне даже, там, предлагали очень бы большие деньги за то, чтобы в это дело влечь, чтобы найти какой-то, дать какой-то совет, я бы отказался бы заранее от любых денег, потому что я не вижу здесь выхода никакого. Да, причем я хочу обратить внимание наших зрителей, что любая попытка Израиля, даже, ну, с другими кланами, не с Хамасом, да, в секторе ГАЗа наладить контакт, например, распределению гуманитарной помощи, ну, безобидные вопросы, они не встречают такое сопротивление, что Хамас просто уничтожает представителей этих кланок, то есть они не дают Израилю контактировать ни с кем, кто не является Хамасом. Вот, и, конечно, ситуация очень тяжелая, но следим за событиями. Единственное, что хотел бы сказать, может быть, в финале нашего разговора, что Макрон проявляет себя как один из самых сильных лидеров Европы сегодня. Видите, он участвует вот в этих переговорах, является, видимо, их инициатором, в которых участвуют Бернс и Израиль, да, то есть он выступает как миротворец, он достаточно жесткие, делает заявления по Украине, которые в Украине очень нравятся, поэтому, ну, нам это приятно. Макрон очень талантливый человек, индивидуально, это я давно говорил, он совершал очень много ошибок во внутренней политике Франции, и у него до сих пор остаются очень большие проблемы внутри Франции, но он очень талантливый и очень амбициозный человек. Я вам напомню, что он молодой человек, что в любом случае он не может выдвигаться на третий срок во Франции, и я так думаю, что он на самом деле готовит себе какую-то политическую, новый аэродром, который будет либо европейским, либо ООНовским, либо еще каким-то, потому что он просто умрет от скуки на пенсии, он не способен просто уйти копать картошку в огороде, как Патрушев, вот, и поэтому он почувствовал одновременно, что сейчас пусто место в Европе, то есть нет в Европе ни одного лидера, способного занять это место, и он его занял, и даже в западной коалиции, потому что ни Байден, ни Трамп, ни Ришиш Сунак, никто не может в западной коалиции тоже взять на себя какую-то роль, то есть у Америки есть возможности, но она их не использует, она занимается фигней, извините меня за выражение, там внутри себя, вот Макрон это понял, как умный человек, он просто это использует, и, так сказать, ветер ему в паруса, если это работает в правильном направлении. Так и делается большая политика. Спасибо большое, Сергей, спасибо за поддержку Украины, и до встречи. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok